Вы на самом деле кто? Мы на самом деле те, кого и показывали. Руслан Баширов. Александр Петров. Александра Петрова и Руслана Баширова искали британские власти и журналисты со всего мира. Обнаружились они сами. Как утверждает Маргарита Симонян, они сами позвонили ей на мобильный, который реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8 марта. События в последние два дня развивались стремительно. Накануне президент России Путин сказал, что россиян нашли и призвал их обратиться в СМИ. Через пару часов Петров в интервью каналу России пообещал дать комментарий позже, а уже вечером появилось интервью Арти. Примечательно только, что на канале России Петровы называли сотрудником томского фармацевтического НПО Верион. Теперь же другая версия. Если вкратце, это фитнес-индустрия. То, что касается спортивного питания, витамины, микроэлементы, протеины, гейнеры и так далее. Не хотелось бы забывать огласки, потому что и углубляться, и в работу, скажем, во все эти вопросы. Я не хотел бы, чтобы пострадали люди из числа наших клиентов. Петров и Баширов, как следует из их слов, не только работают вместе, но и путешествуют по бизнесу и просто так. То, что они были в Англии в марте, и то, что именно они на фотографиях с камер видеонаблюдения, они не отрицают. И говорят, что в Лондон поехали фактически только ради Солсбери. Цитирую. Друзья давно советовали посетить этот прекрасный город. Там есть знаменитый собор, Солберевский собор. Он знаменит не только во всей Европе. Он знаменит, я так думаю, даже во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123 метровым. Он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут. Впрочем, насладиться красотами Солсбери, Баширову и Петрову, по их словам, не слишком удалось. И виной всему погода. Россияне говорят в интервью Арти, что всю поездку им сопутствовала неудача. В Англии был сильнейший снегопад, который вызвал транспортный коллапс. Вот что они рассказывают. 2 марта прилетели в Лондон и зачем-то поехали на вокзал посмотреть расписание. 3 марта приехали в Солсбери, погуляли полчаса, но из-за непогоды вернулись в Лондон. На следующий день поехали в Солсбери вновь, но опять ненадолго. И опять из-за непогоды. Они попали под ливень со снегом, но успели посетить собор, который им так разрекламировали их друзья. Собор очень красивый. Там очень много туристов, там очень много русских туристов, там очень много русскоговорящих туристов. Кстати, с собора должно быть очень много фотографий. Вас в том числе. Которые должны были, да. А у вас должны были показать. Вы же фоткались, наверное, с собой? Наверное, показать с ней. Конечно. Фоткались. Мы сидели в парке, мы сидели, пили кофе, мы заходили в кафе, пили кофе. Мы гуляли. Мы гуляли, наслаждались вот этой вот английской готикой, вот этой красотой. Этого не показывают. Показывают только наше нахождение на вокзале. Покажите нам эти фотки, мы покажем. Наши на вокзале. Просьбу Маргариты Симонян показать фотографии собора Баширов с Петровым, к слову, оставили без ответа. А фото с камер видеонаблюдения наглядно показывают, что россияне в Солсбери двигались не в сторону собора, а в противоположную, туда, где находится дом Сергея Скрипаля. Что же касается двух поездок в Солсбери из Лондона, то первая, по мнению Скотланд-Ярда, была совершена для разведки. Впрочем, все выводы британцев Баширов и Петров называют бредом. Они утверждают, что в ГРУ не служат, и газ-новичок в багаже во флаконе духов Нины Ритчи в Лондон не везли. Нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо. Даже реально, проходя таможню, проходишь, когда таможню, проверяют все вещи. И просто любой полицейский при досмотре, у него… Ну, я думаю, если бы у нас что-то было, у них бы возникли бы эти вопросы. Зачем у мужчин? У мужчин в багаже лежат женские духи. Официальные позиции Москвы и Лондона после сегодняшнего интервью вряд ли изменятся. Российский МИД сегодня вновь обвинил британских коллег во лжи. Выяснилось, что врала британская сторона, что таких людей нет, что имена вымышлены. И люди есть, как сегодня мы все увидели, и имена не вымышлены, и они рассказали то, что с ними было. Примерно так же ответили и Великобритании. Там едва ли поверили хоть слову из того, что сегодня рассказали Петров и Баширов. Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в марте в Солсбери. Сегодня, как мы видели, на протяжении всего времени они отреагировали запутыванием вопроса и ложью. Британскому правительству очевидно, что эти люди – офицеры российской военной разведки ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие. К слову, Великобритания предполагает, что Петров и Баширов – не настоящие фамилии россиян, которые побывали в Солсбери. А многочисленные попытки журналистов найти хоть что-либо об этих людях или их фитнес-бизнесе в интернете и соцсетях ни к чему не привели. Тихон Зитко, Вадим Бразголь и Алина Тимакова. РТВАЙ. РТВАЙ.